Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Лиза Калинина, Роман Шахов и наши сегодняшние гости. Значит, надо сказать, что 29-го завтра уже, 29-го июня, фестиваль случится большой... В Аптекарском огороде. В Аптекарском огороде, да. И у нас люди, которые, собственно, причастны к этому фестивалю. Со-организатор и со-продюсер фестиваля, руководитель магнитофон-мюзик-эдженси Дина Нургалеева. Дина, привет. Здравствуйте. И человек, который представляет большой джазовый оркестр, ни больше, ни меньше. Музыкант, ваши аплодисменты, дорогие друзья, это Петр Востоков. Петя, большой привет. Добрый день. Здравствуйте. Друзья, мы закинем удочку, потому что у нас для вас есть еще сегодня подарки. Мы будем их разыгрывать, об этом чуть попозже. Но самое главное, что 29 июня и 30 состоятся действительно очень такие интересные... И даже 1 июля. Вот, об этом сейчас вы нам расскажете, Дина. Состоится мероприятие, то есть уже можно смело брать билеты, независимо, какая будет погода, в Аптекарском огороде. Им чаться туда. Ну, мы все молимся, конечно же, на то, что... Да ладно, плюс 28, мне кажется, так и будет. Да, но главное, чтобы гроза прошла мимо, и вот эти вот все атмосферные фронты... Фронт, в общем, атмосферный тоже прошел мимо нашего прекрасного города. Ничего не сыграло дождик. Значит, фестиваль называется «Город джаз», да? Все правильно. Рассказывайте, сколько коллективов, когда это все начнется и сколько будет продолжаться. Ужас, завтра старт? Да, у нас в этом году два прекрасных уикенда, которые начались уже в июне. В июне прошла уже первая серия концертов, и это уже будет вторая серия концертов, посвященная биг-бендам. Это, в общем, уникальная возможность услышать три совершенно разных коллектива в пятницу, субботу и воскресенье на природе, на открытом воздухе. В красивом месте Москвы, наверное, самым красивым, я считаю, и самым спокойным на данный момент, учитывая то, что мы сейчас переживаем чемпионат мира. То есть там фанатов не будет? Вы знаете, неправда. Может быть, и зайдут? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это особенные фанаты, это фанаты, которые любят не только футбол, но и джаз. Кстати, вот в какой стране джаз очень любят? Ну, прям очень-очень. Это Америка или еще какая-то страна? Расскажите. Это Россия. Это Россия. Это прежде всего. Но, может быть, еще какая-то страна? Ну, фанаты чьи могут приехать? Вот могу сказать на опыте, да, что на прошлом фестивале я заметила по фан-айди, да, и, в общем-то, поговорила даже с людьми. Да, по паспорту болельщика, что к нам пришли мексиканские болельщики на фестиваль. Это темпераментный джаз. Да, их много здесь. На самом деле, они одна из самых многочисленных фан-групп, которые приехали в Россию, в Москве их много тоже. Вот, собственно, поэтому они дошли до нас, слава богу. В общем, очень приятные люди. Парад биг-бендов. Давайте Петра спросим, что значит биг-бенд? Насколько он должен быть биг, чтобы... Чтобы быть бенд. ...действительно, сказали, большой. Собственно, биг-бенд — это и есть большой оркестр. Сколько это уже считается большой? 20 человек? Ну, традиционно большой джазовый оркестр состоит из нескольких групп. Наличие этих групп и говорит о том, что это настоящий биг-бенд. Вот. Обычно это группа трупп, группа тромбонов, группа саксофонов и ритм-группа. В каждой группе от трёх до пяти человек. Собственно, все вместе — это обычно 17 где-то человек. Но биг-бенд, поэтому это больше понятие не о музыке, а больше о составе. Поэтому биг-бенд может играть совершенно разную музыку, как чисто джазовую, так и около джазовую, так и совсем не джазовую. И вот у нас на этом фестивале представлено три оркестра, которые играют, три биг-бенда, которые играют, насколько я знаю, они представят все абсолютно разные три программы. Совершенно три разных направления, даже не в джазе, а в хорошей музыке. Большой джазовый оркестр что представит? И когда? Какого числа? Послезавтра это будет... Наш коллектив будет выступать в субботу. 30-го? 30-го. Мы вообще играем совершенно разную музыку, но именно 30-го мы представим нашу программу, которая связана с так называемым афрокубинским джазом. Ух ты. Или музыка, которую еще называют часто мамбо. Это очень популярная музыка 40-50-х годов, которая как может быть связана с джазом, так и живет немножко отдельно. То есть ее даже иногда не всегда правильно называть джазом, это просто афрокубинская музыка. Вопрос от кубинских болельщиков, которые тоже приехали, можно ли танцевать во время исполнения большого джаза? Нужно. Есть территория, да, где можно... Друзья, пока сейчас болельщики смотрят о фестивале, информацию в интернете мы сделаем паузу, после которой вернемся. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и напоминаю, что совсем скоро у нас подарки для вас будут разыгрываться. Четыре билета до конца часа кто-то из вас заберет. Два по два. Андрей Звонкий, только что в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Друзья, ну а мы общаемся с нашими удивительными гостями. Хотим напомнить, что уже завтра стартует фестиваль «Город жаз», который пройдет в аптекарском огороде. Даже если вы не успели приобрести билеты, мы хотим вам помочь в этом. Но нет, вы еще успеете. А, и успеете. Ну смотрите, у нас в руках с Романом четыре билета. И вот мы готовы их безвозмездно отдать в ваши руки. Билет действителен один день. Выбрать дату вы сможете сами. То есть посмотреть и выбрать программу. Причем это не простой билет, это билет с пуфом. Да. То есть, как говорится, посадочное комфортное место уже вам будет обеспечено. И ваш любимый человек может получить этот билет. Но нужно правильно ответить на вопрос. Итак, кто читаем, мы или вы? Гонг будет перед вопросом. Бам. Да. Итак, на каком инструменте играл Бенни Гудман? Такой вопрос. Друзья, 8-909-928-1-89-9. Ватсап, вайбер, смс. Мы решили, что шестое и седьмое правильное сообщение окажется победным. Да, причем здесь в чем сложность? Это был не самый традиционный инструмент для джазового музыканта, правильно? Нет, нет. Это очень традиционный инструмент для джаза этого времени. Но именно в биг-бенде, так называемый, этот инструмент как обязательным не используется. Теперь вы знаете все. Чем же прославился Бенни Гудман? А мы пока не будем отказывать. И прозвучит ли его музыка? У нас нет. У вас нет. Не в этот раз. Мы играем его музыку, но не в этот раз, так как это совершенно другая музыка. Итак, друзья, на каком инструменте играл Бенни Гудман? 909-928-1-89-9. Мы готовы разыграть и подарить билеты. Шестое и седьмое. Шестое и седьмое. Шестое и седьмое, правильное сообщение. 8-909-928-1-89-9. СМС, ватсап, вайверсер. Присылайте, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы страна знала своих героев. Итак, 29 июня открытие фестиваля. Завтра джаз-фанк-биг-бенд, CGM-клаб джаз-окестра. Один из самых ярких и успешных молодежных оркестров. Что-то можете про него сказать? Как возник молодежный оркестр и чем он уже прославился? Кто расскажет? Во-первых, оркестр под руководством Георгия Горбова существует довольно давно. И, в общем-то, прославился тем, что, наверное, в сегодняшний момент это единственный биг-бенд, который, скажем так, акцентирует свое творчество на музыке в стиле фанк. И, опять же, нужно и можно танцевать. Ура! Ответ кубинским фанатам. Спасибо, спасибо. Единственное предупреждение для всех болельщиков и наших посетителей женского пола. Пожалуйста, не надевайте шпильки, потому что у нас все происходит на траве. Это аптекарский огород. Огород, конечно, это трава, поэтому вы можете просто повредить ваши каблуки. Это очень хорошее предупреждение. Да, да, да. Тем более, если вы хотите танцевать, в общем-то, не надевайте каблуки. Ну и еще 30 июня выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова с программой, посвященной легендам оркестрового джаза самых разных эпох и направлений. Петь, кто для вас главная легенда? О, их очень много. Ну вот, может быть, тройка, да? Да, но это прозвучит. Смотря речь, о какой музыке идет. Какую вы будете играть вот об этой музыке? Мы будем играть музыку афрокубинскую. Там легенд нет. Там есть легенды свои. Это, в первую очередь, Тита Пуэнто, Мачито, Бенни Море. Такие люди. Есть ли люди, которые пишут современную музыку для биг-бендов джазовой? Конечно. Кто эти люди, где мы о них поговорим, наверное? Давайте сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Рекламная. И Петр проведет нам музыкально-джазовый ликбез. Правильно? Сделаем. Мы ждем. Друзья, и 909-928-189-9. Пишите сообщения. И фестиваль проходит в Москве. А то, вижу, уже много иногородных. Уже завтра все уже необходимо готовится. Да, нужно успеть к нам прилететь. Друзья, мы продолжаем. Роман Шахфли за колени на в студии. И напоминаем, что уже завтра, 29 июня, в Москве, в Афтерском огороде, состоится фестиваль «Город жаз». Продлится он три дня. 29, 30 июня и 1 июля. Да? И будет насыщенная программа. И что интересно, мы разыгрываем четыре билета. Вот они в наших руках. Рома, покажите, пожалуйста. Вы можете их заполучить. То есть два человека получают по два билета. У нас вопрос. На каком инструменте играл Бенни Гудман? Вы можете ответить. Шестое, седьмое сообщение окажется победным. 909-928-189, у вас еще есть шанс. Дина Нургалеева и Петр Востоков у нас в гостях. Дорогие друзья, мы продолжаем разговаривать о джазе. Да. Петр, расскажите, итак, современные композиторы, которые пишут для джаза, кто эти люди, где они живут? В России или в России? Может быть, пишете вы? Нет, я в основном... То есть моя страсть — это восстановление старой музыки. Ну, и в России, и вообще в мире огромное количество современных, как молодых, так и в возрасте, аранжировщиков и композиторов, которые работают с оркестром, пытаясь привносить какие-то свое звучание новое. Вот, в частности, если говорить про Москву, то, например, это Николай Левиновский, который пишет для оркестра Игоря Бутмана, или Борис Фрункин, который пишет для оркестра имени Олега Лундстрема. Так что все это существует. Есть молодые аранжировщики. Здесь аранжировщик — более правильное слово, чем композитор, потому что подвергнута джазовой интерпретации может все что угодно быть, как своя мелодия, так и старая. То есть мы можем взять одну из, не знаю, например, песни в исполнении Веры Брежневой, обработать ее, и это будет красивое джазовое произведение для биг-бенда. Да, джазовые музыканты и, в частности, руководители оркестров частенько вообще таким... Занимаются. Занимались, да. Это называется что-то вроде коммерческой какой-то работы их. Например, только это, естественно, была не Вера Брежнева, просто речь идет о популярной музыке, вы имеете в виду. Скажем, свинговые оркестры 30-х, 40-х годов очень любили делать интерпретации мелодий, популярные классики, мелодии, которые очень популярны. У Дюка Элингтона есть целая свита с музыкой Чайковского «Щелкунчик», который знает, по крайней мере, знал, но и до сих пор знает каждый уважаемый человек, который вообще понимает, что такое музыка вообще. Скажем, Каун Бейси делал пластинки, у него есть две пластинки с музыкой Джона Ленна Пола Маккартни. Это причем было сделано в середине 60-х годов, прямо во время бетломаний. Молодцы. То есть к популярной музыке обращались всегда, то есть частенько то, что мы называем какими-то джазовыми мелодиями, это по правде не джазовые мелодии, а они просто прославились благодаря джазовым музыкантам, оркестрам. А по правде это популярная мелодия этого времени. Поэтому теоретически, и это можно делать и сейчас, и делают люди. Какие-то из подобных экспериментов мы увидим на фестивале «Город джаз»? Я думаю, то, что будет 1 июля. Шер Остон, человек, который собрал свой тоже большой оркестр, и работает как и в джазовой музыке, так и в популярной музыке. И он занимался даже раньше какими-то... По-моему, его оркестр участвовал в танце со звездами когда-то. Поэтому он связан как с популярной музыкой, так и... Такой кроссовер определённый стиль. Да, и не с популярной музыкой. Поэтому я думаю, 1-го числа там будут мелодии как и... С 29-го и... С классикой джаза, так и современной эпох-музыкой. Спасибо. Да, 29-е, 30-е июня, 1-го июля мы приглашаем всех в «Аптекарский огород». Будет очень интересный музыкальный. Дамы и господа, мы продолжаем. Продюсер Дина Нургалеева и музыкант, руководитель оркестра Пётр Востоков по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Да, и мы хотим ещё раз напомнить, что у нас выходные впереди музыкальные. Джазовые, да. Джазовый огород вас ждёт. 29-го июня, 30-го июня и 1-го июля. Мы так коротко пробегаемся по программе. То есть мы поняли, что 29-го... Фанк. Фанк, да. 30-го вот непосредственно Пётр. И 1-го июля, вот мы на этом остановились, давайте продолжим. 1-го июля будет разнообразная программа. Во-первых, будет выступать большой джазовый симфонический оркестр. Ух ты! 28 человек с большой струнной секцией, что на самом деле достаточно большая редкость. Это больше, чем биг-бенд или это разновидность биг-бенда? Это больше, чем биг-бенд, да, потому что добавляются струнные... Гранд-биг-бенд, что-то такое, если термин как-то... Мега. Мега. Можно всё по-разному сказать, да. То есть это будет всё-таки с точки зрения визуальной, если мы говорим про широкую публику, да, которая... Да и музыкальная картина тоже. А в первую очередь, конечно, музыкальная картина. Это будет очень интересно. Это будет как классическая джазовая программа, так и какие-то более популярные хиты. Это хиты Тони Беннета, Дина Мартина. В общем, интересно будет 100%. Ну и, собственно, сам руководитель Шеростон, потрясающий певец, харизматичный, который также дружит с большим количеством популярных артистов, которые также будут выступать. Можно ли, кстати, у артистов автограф взять, сфотографироваться с ними, как у вас вот в этом плане? Конечно, конечно. На самом деле у нас достаточно очень-очень доброжелательная атмосфера. Демократичная, да? Да. Да, и все-таки, наверное, open-air он располагает к... Джазовый open-air — это что-то. Да. Шеростон еще же, он очень активно общается так с нашими. Дуэты создаёт такие с... Да, у него есть дуэт с Юлей Началовой, да-да-да. И, кстати, прозвучат его авторские композиции также под аккомпанемент. Дина, по времени, во сколько начинается джазовый день? Во сколько он заканчивается? Начинаем мы в 8 вечера. Да, и, собственно, программа длится до 2 часов. Я всем советую приходить раньше для того, чтобы погулять по аптекарскому огороду. То есть к 6-7 уже можно? Я считаю, что нужно, потому что у вас есть уникальная возможность совместить приятное с приятным. Open-air подразумевает напитки, закуски, как у вас. С этим что, может быть, с собой? С собой, да, можно. Вокруг сада очень много прекрасных заведений, которые, кстати, с нами партнёрствуют. Вот. И дарят также пригласительные билеты. То есть голодными никто не останется? Нет, нет, абсолютно. Это важно. Можно выбрать на любой вкус и кошелёк любые блюда мира. От грузинской до... Какой же ещё? Да, там много, да. Там много. Греческой, да-да-да. Собственно, очень много видов. Поэтому приходите точно, останетесь голодными. Уйдёте счастливыми точно. Главное, досуг будет вам обеспечен. И образовательный такой эффект. Можно ли приходить с детьми? Нужно тоже приходить с детьми, потому что... Несмотря на то, что до 2 часов ночи программа длится. Почему до 2 часов ночи? До 2 часов идёт. До 2 часов идёт. До 2 часов ночи. Я не поняла, думаю, ничего себе open-air. Нет, идёт программа 2 часа. Приходить с детьми можно и нужно. У нас есть определённая категория билетов. Семейный билет на 4 человека. 2 взрослых и 2 ребёнка. Поэтому это не только выгодно, но и, в общем-то, всем обязательно понравится. Вы как специалисты, как рекомендуете детям с какого возраста посещать подобные мероприятия, чтобы им было комфортно? То нет никаких ограничений. Плюс, учитывая то, что мы выбираем таких артистов и такую музыку, которая достаточно проста для восприятия детей в том числе. Ну, популярная музыка, по сути. Да, да. Поэтому я скажу смело, что ограничений нет. То есть, если мы говорим про клубы, про закрытые площадки, конечно, им тяжело сидеть на месте. А тут всё-таки есть простор. Они могут побегать, потанцевать. У нас есть видео с концерта Этери Беряшвили, где детки танцуют перед сценой. Да и на прошлых концертах Большого джаза в оркестре в прошлом году у нас было очень много детей, которые танцевали. Подбегали к Петру, да, и попросили трубу. Ну, они не доставали до Петра, потому что всё-таки сцена находится выше уровня поля. Они брали с собой папу и подходили поближе. Дресс-код, скажите, есть ли вообще какой-нибудь... Ну, как я уже раньше говорила, главное не надевать каблуки. Если очень хочется, придётся ходить на мысочках. А так, ну, к вечеру может быть... Быть чуть-чуть прохладней, да? Лёгкий ветерок, и лучше, конечно, иметь при себе что-то тёпленькое. Вопрос Петру давайте зададим. Сложно ли управлять большим джазовым коллективом? Как это вообще? Да, расскажите о команде поподробнее. Надо ли быть суровым менеджером? Это зависит от того, кем ты управляешь. То есть насколько... Кем управляете вы, Пётр, и насколько это сложно делать? Ну, я управляю совершенно выдающимися, на мой взгляд, музыкантами. Поэтому это очень просто. Вот. Они сами всё делают. Я просто направляю... Создаю направление, скажем, придумываю, что мы хотим играть. У нас, кстати, есть видео, мы можем посмотреть. Которое вы сегодня смонтировали. Что мы сейчас увидим, прокомментируйте. А я не знаю, что мы его поставили. Сначала мы посмотрим. Давайте посмотрим и прокомментируйте. Да? Давайте так сделаем. Дайте плёночку, пожалуйста. Мы готовы. Итак. Ой, это я не писал. Я не писал. Это что-то другое, да? Да. Но всё равно твоё. Дина говорит, что всё-таки сейчас мы увидим именно тот... Я имею в виду оркестр. Оркестр? А что там звучит? Хотелось бы сказать, чтобы сказать, что это звучит. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну давайте, да, мы будем как раз общаться и спрашивать у Петра про оркестр, а наши слушатели и зрители будут как раз наблюдать картину. Звучит пустыдно. Удивительно. Ну вот они все ваши ребята, те самые талантливые музыканты, которыми они сложно управлять. Абсолютно не согласна с Петром, потому что, конечно, управлять любым коллективом сложно, а большим джазовым оркестром тем более. И особенность большого джазового оркестра состоит в том, что это, наверное, единственный коллектив, независимый, не финансируемый, в общем-то, государством. И, в общем, то, как Петру удаётся управлять... Всеми сферами жизни коллектива. Да, да, да. И, в общем-то, мотивировать ребят играть эту музыку, это, конечно, вызывает огромное уважение. Петя, спасибо вам. Петя, он скромничает. Спасибо. И волнуется. Вот интересно, что там играет. А лавью, лавью, что-то такое. Может, красивый, может, голос. Да, вы послушайте. Спасибо большое. Друзья, у нас сейчас впереди небольшая музыкальная пауза. Мы скоро к вам вернёмся. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что разыгрываем билеты. Наш номер WhatsApp и Viber 909-928-189-9. Вопрос такой, на каком инструменте играл Бенни Гудман. Есть ещё шанс, может быть, вы окажетесь шестым и седьмым. У нас же можно считать из конца и сначала. И увидите город джаз своими глазами, и у вас будет личный пов, на котором можно будет смотреть. Да, два билета в ваши руки. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас по-прежнему Дина Нургалеева и Пётр Востоков в гостях. И мы вас зазываем на фестиваль «Город джаз». Кого-то даже говорим, что уже приглашаем, потому что эти люди знают ответ на наш вопрос. Да, друзья, мы готовы подвести итоги. У нас есть победители. Очень активно они сейчас все прильнули к приёмникам и сделали звук погромче. Вопрос был такой. На каком инструменте играл Бенни Гудман? И правильный ответ. Так. Клар нет, конечно. Всё, Петя вернулся к нам, да. Вернулся к нам, и ночью разбуди человек. Знает правильный ответ. И у нас, как мы и сказали, два победителя. Мы поздравляем, во-первых, Александра из Москвы. 0304, последняя цифра телефона. Вы получаете два билета с открытой датой. То есть 29, 30 и 1 июля вы можете сходить в аптекарский огород, что нужно сделать. И ещё одна замечательная девушка. Жду, как зовут её. Последние цифры 43, 96. Тоже одержала победу. Мы вас поздравляем. У вас будет возможность насладиться джазом на пуфе. Да, разные были варианты. И банджо, и другие инструменты. Но вот правильный клармейт, он самый популярный. Игра ли Бенни Гудман на банджо? Да, но мы об этом ничего не знаем. Ну, видимо, слушатель знает. Но, к сожалению, у нас был бы запрограммирован правильно этот клармейт. Скажите, пожалуйста, вот какой вопрос меня интересует. Записывается ли та программа, которую вы будете исполнять? То есть на дисках можно ли это издавать? На видео как-то вы фиксируете? Вы имеете в виду именно... А вообще, в принципе, делаются ли записи? Фестиваль. Фестиваль. А мы делаем прямую трансляцию. Вот так. На сайте. Потому что не все, собственно, могут приехать. Страна большая. И может быть где-то... Да, мы ведем прямую трансляцию. Так что, да, обязательно подключайтесь. В инстаграме, на сайте. Мы ведем прямую трансляцию на сайте и ВКонтакте. Все три дня. Ух ты. Да, все три дня, все концерты можно посмотреть. Все два часа. Все два часа. Ой, как, ничего себе. И давайте, Петра, спросим, Петь, диски ваша команда издает, где-то записываетесь. Как это происходит? Для потомков фиксируете музыку? Конечно, у нас есть замечательный диск, который мы записали год назад на Мосфильме. Ух ты. Правда, он не связан никак с музыкой мамбу и с афрокубинским джазом. С какой же он музыкой связан? Он связан с музыкой классического джаза, скажем так. Вот, и этот диск можно приобрести на наших выступлениях. В том числе. В том числе. То есть на фестивале можно будет? Да, да. Вот, отлично. Я хочу напомнить, что у Петра и его оркестра 30 июня программа. Да, это очень важно. Чтобы не перепутали, чтобы выбрали правильный день. Не перепутайте. Да, да. А лучше, когда не приходить. А, кстати, есть специальная цена на три дня. Вот, расскажите. То есть можно купить такой безлимит. Безлимит на три дня полторы тысячи рублей. Слушайте, а там как-то вот, ну понятно, что open air. Есть ли какие-то большие зоны, может быть, VIP-зоны, простые билеты? Как у вас вот с этим? У нас политика демократичная. То есть у нас нету зон. Все сами выбирают в себе VIP-место на поле. Кто-то поближе, кто-то подальше. И, в общем-то, наслаждаются концертом. Это наша политика. Правильно. Друзья, есть такой шанс уже завтра. Слушайте, а вот если с погодой будет что-то не то, то... Мы помолимся, и будет все хорошо. Это вообще будут переносить, или пока будем играть под дождем? Вообще, конечно, концерт должен состояться при любой погоде, но мы надеемся, что все-таки погода будет хорошая. Ну, прогноз смотрели же, там же вроде все нормально. Да, все должно быть хорошо. Ну, хорошо, слава богу. А тучи разведем руками. Я так понимаю, что музыканты, которые принимают участие, это не убеленные сединами какие-то люди, да, это 20-30-летние ребята, которые жгут джаз так, как надо, так, как мы привыкли, как мы видели в кинематографе. Роман, вы сейчас просто, мне кажется, оскорбили всех седовласых джазменов, говоря о том, что они не могут зажигать, как 30-летие. То они сейчас рассердятся, и всей молодежи покажут в течение трех дней, как надо играть джаз. Все у нас джазмены... Я их тонизировал. Все у нас джазмены зажигают и заставляют танцевать зрителей, публику. Конечно, конечно. Дети в музыкальной школе, в каком классе могут определиться, что они хотят заниматься джазом, петь? Ну, во-первых, это какой-то позыв души должен быть. Как у вас было? В каком возрасте? Ну, в основном, конечно, детей, на мой взгляд, совсем уж детей учить джаз и музыке, это достаточно занятие, как мне кажется, бессмысленным. Человек должен, если он занимается музыкой, получить нормальное теоретическое образование и понять, вообще, что такое музыка. А дальше все зависит от вкуса. Обычно, как подростки, увлекаются, когда чем-нибудь, там, может, в 13-14 лет какой-то музыкой, рок-музыкой или еще чем-то, примерно в это же время... И формируется вкус. Да, они могут, и им может начать нравиться и джаз. Мне кажется, что исключение — это все-таки вокалисты, потому что вокалисты джазом могут начать заниматься гораздо раньше. У нас есть прекрасная музыкальная школа Медоноевского, где, в общем-то, 7 лет дети... Обучают. Да, да. Начинают уже петь джаз. Ух ты. Ну, бывает все. Так что тут правил нет. От семьи очень многое зависит. Если есть такая культура, если дети с малолетства слушают джаз, я думаю, что это, конечно, влияет на выбор. Кроме фильма мы из джаза и веселых ребят. Какие фильмы еще можно посмотреть, чтобы как-то... Подготовить себя к мероприятию в 3 дня ближайшие. Ну, если про нашу музыку вещь идет, то, что мы будем играть, то мы даже сыграем несколько мелодий из этого фильма. Это потрясающий фильм начала 90-х годов. Первый англоязычный фильм, в котором снялся Антонио Бандерас — это «Короли мамбу», в котором, кстати, снялся настоящий, один из настоящих королей мамбу, это Тита Пуэнто. Сыграл там самого себя. Только фильм повествует о начале 50-х годов. Сам фильм 90-х годов, поэтому он старый, играет там себя молодого, очень забавно. Вот это один из таких фильмов о очень хорошей музыке и с очень хорошей звуковой дорожкой, которая сделана без дураков, абсолютно, с совершенно достоверной, прекрасной музыкой. Это и в оркестры играют там? Там разные коллективы играют. Я тоже подготовлюсь, посмотрю этот фильм. Вот, правильно. Друзья, спасибо вам огромное. Мы еще раз хотим напомнить. Давайте, Дина, пригласите всех, когда и что, и все придут. Приглашаем вас 29-го, 30-го июня и 1-го июля, это уже ближайший уикенд, на фестиваль «Город Джаз» в аптекарском огороде на открытом воздухе наслаждаться. В 20.00? Да, в 20.00. Билеты на сайте городджаз.москва и на сайте аптекарского огорода, хортус.ру и в кассах сада. Спасибо вам большое. Мы желаем отличных выходных для вас, рабочих, чтобы все прошло на ура, ну и чтобы публика пришла такая близкая вам по духу. И ждем трансляцию, конечно. Конечно, да. И вас тоже ждем с удовольствием. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова